Здравствуйте, друзья! Это Elite Dangerous. И мы продолжаем наше путешествие. Мы путешествуем по туманностям. Значит, начал я путешествие вот с этой туманности. Потом перелетел вот в эту. И побывал вот в этой. От нее мы сейчас передвигаемся вот сюда. Осталось несколько прыжков. И посмотрим, как она выглядит ближе. И приземлимся там на какую-нибудь планету. Посмотрим, как это выглядит, если находиться на небесном теле. Я, как обычно, прыгаю через нейтронные звезды. Так быстрее добираешься до любой туманности. Ну, по сути, получается, что если она на расстоянии около тысячи световых лет, то это выходит 5-6 прыжков. Иногда и 4. Но очень редко. Сканируем звездочку. Может быть, я и не первооткрыватель ее. Но это мы сейчас посмотрим. Первооткрывателем буду. А вообще здесь рай для исследователей. Я сейчас покажу. То есть, вот когда вы прилетели, получается, в колонию. Сейчас немножко поближе сделаю. Вот. Первым делом я полетел вот в эту, получается, туманность. У меня сейчас отключены остальные звезды. То есть, у меня углеродные звезды. Я их еще не встречал. И вот, получается, нейтронные и черные дыры. Ну, можно белые карлики включить. За них тоже неплохо дают науку это. И смотрите, сколько их есть. По всему пути. Ну, если карлики отключим, нейтронных-то поменьше. Но все равно. Очень много. Я здесь брал короткий маршрут с фильтром. И все получилось. То есть, с фильтром летел только по нейтронным звездам. И карликам. Ну, вот здесь дальше... А, здесь я поднимался вверх. То есть, вот, когда туманность... Ну, у меня даже отметки парочка осталась. Ну, и так далее. Здесь очень много нейтронных звезд. То есть, для исследователей это будет просто подарок. Заряжаемся. Отметронки. Готово. И сейчас я выберу пункт назначения следующий. Прыжок. Так, мы летим вот в эту сторону. Ну, наверное, где-нибудь здесь бы звезду какую-нибудь. Вот тут уже поменьше их. Вот что-то было тут. Так, 138 лет. А на этой 134. Мне близко. Так, вот сюда. Ну, давайте, наверное, прогнем. Вот почему вот здесь нет, что-то не вижу. О, вот. Что-то есть. 216. Далеко. 154. Ладно, вот сюда. А вот подальше есть маленькая. 173. В самый раз. Идеально. Так, хватит ли у нас на прыжок-то? 179. Хватит. И прыгаем. Мы, в принципе, достаточно эффективно перемещаемся к туманности. Вот ее видно. Она уже достаточно близко. Я думаю, еще прыжка 2-3. Сканируем. Так, и пока она исследует, ну, сканируется, сразу будем делать маршрут в следующий прыжок. Так, где? Вот туда. Ну, вот где-то здесь нам неплохо было бы, в каком-нибудь звезду. Сколько? 185. Давай попробуем. Мы не знаем, насколько мы зарядимся. Может быть, мы до нее допрыгнем. Сейчас зарядимся. Потому что было, что я заряжался на 189 лет прыжок. Так, нас выкинуло. Еще разок. А мы вот краешком в жете находимся. Готово. Готово. Вот он мне не дает от центра отвернуть корабль. То есть, приходится с джойстиком сильно очень кривляться. Так, просто вот так проверим. Не хватает. То есть, нужна нам другая звезда. Так, а другая. 189 еще дальше, да? Вот тут. Нет, 200 много. Так, а мы где находимся? Вот здесь, да? Если по прямой, то вот так. Вот здесь вот подойдет нам нет. 164 пойдет. И прыгаем. Раньше, когда не было вот этой заправки от метронок, то есть, к туманности летела, и она так с каждым прыжком медленно-медленно приближалась. А сейчас значительно заметно, что, в общем, большие расстояния пересекаем. Так, пока заряжаемся, сразу в следующую точку маршрута. Вот сюда, хорошо. Нейтронная. Идеально. А там еще где-нибудь прыгнем, ну, на обычную звезду, чтобы нам найти там планету и приземлиться. Лучше всего мне для этого подойдет какая-нибудь белая или бело-желтая звезда. Там можно было нам, в принципе, не обязательно к нейтронной звезде прыгать. Ну, как перекрутило. Так, все, вылетели из джета. И прыгаем. Вот уже совсем рядом туманность. Заряжаться не буду от следующей нейтронной. Там нам хватит, я думаю, длины прыжка, чтобы в какое-нибудь интересное место туманности попасть. Так, вот мы прилетели, сканируем. Вон их сколько. И они, скорее всего, даже и не изучены. Вот мы сейчас посмотрим это. Ой, вышел. Не сканировалось. Так. Вот это вот открыл кто-нибудь. Сейчас посмотрим. Ну, вот она неисследована. Тут еще никого не было. Ну, может и были, но пролетом, что не сканировано ничего. То есть, у этой звезды я стану первооткрывателем. И получается, что... Ну, мне дополнительно еще денег заплатят за то, что я первооткрыватель. Так, вот мы уже в туманности практически. Я не знаю, можно где-нибудь в краешку, можно в центр куда-нибудь переместиться. Я вот думаю, куда-нибудь сюда. Вот так он будет хорошо. Сейчас мы здесь какую-нибудь звездочку найдем. Вот белая, да? 77. Ну и черт не зарядимся мы тогда от нейтронной. И прыгнем сюда. Вот здесь мне нравится. Прямо в центре туманности посмотрим там на небо. Приземлимся на какую-нибудь планету. Так, и вот сейчас двигатель в ноль. Я один раз повредил себе двигатель сильно. Это связано с тем, что либо я передержал в джете корабль, либо потому что я вошел в джет на большой тяге и тягу вообще не сбросил. Я вошел близко к звезде и направил корабль по удалению от звезды. И перемещался в джете на полностью максимальной тяге двигателя. И у меня сразу это самое, ниже 80% целостности сломался он. И потом начались, после следующих зарядок, сбои ФСД начался. Короче, пришлось останавливаться и ремонтироваться. Еще важная вещь при ремонте. Обязательно сбросите на минимум скорость. И выходите после этого из супер круиза. Только после этого ремонтируйте свой ФСД. Потому что когда вы находитесь в супер круизе, это ФСД работает, он включен и он работает. Если вы его резко отключите, у вас поломаются все модули, по чуть-чуть. А также фонарь кабины. И силовая установка. Силовую установку можно отремонтировать только на станции. То есть не нужно зря рисковать. Если вы в дальнем путешествии, все нужно делать последовательно и аккуратно. Так, посмотрим карту системы. Я хочу, чтобы планета... А здесь одна планета для посадки, и она очень далеко. Мы сейчас будем прыгать в другую систему. Здесь не подходит. Так, вот прям сюда, рядышком. А это вам показывает, что две звезды интересно сделали. Вот сюда тогда. Пятли сюда прыгнул. Так, сейчас я от этой заправлюсь. Я обычно вот так вот заправляю, чтобы вот эта линия, ну, опасной зоны получается, где-то вот наверху была. И у меня корабль не перегревается. Медленнее заправляется, да. То есть если ближе подлететь, он будет быстрее заправляться. Сколько тут выходит? 878 получается. А так где-то 700 заправляет. А вот я чуть-чуть побыл близко, и у меня 81% перегрева. А так он не перегревается больше 80, и получается, что, ну, более безопасная заправка. Ну что ж, сейчас я сканирую эту планету. О, не планету, звезду. Откроем карту. Посмотрим, есть ли здесь какие-нибудь планеты для посадки. Всего 9 объектов. Сейчас посмотрим. 400 секунд. Близковато. Кстати, здесь уже кто-то был. Она изучена. Планета и звезда. Туманности. Полетим на эту планету, приземлимся на мне. Так. А, это у нас изучение. Не летим на планету. Я опять бросил цель. Отсюда. Пока что туманности ее, по сути, и не видно. Пока мы находимся рядом со звездой. То есть, если я вот так оглянусь. Ну, чуть-чуть красноватое небо, да. Но когда мы от звезды отлетим, будет, конечно, красиво. Вот уже и виднеется. Вот, небо уже покраснело. А с планеты это еще красивее смотрится. То есть, цвета становятся ярче. Так, я опять заговорился и забыл избавить тягу. Ну, так. Сейчас мы приземлимся на нее. И посмотрим, как эта вся туманность будет выглядеть. С планеты. Ну, по моему опыту, я сколько их... Ну, наверное, штук шесть туманностей посетил. Начал снимать. Вот это, получается, третья будет или четвертая. Начал записывать. Потому что действительно красиво. Интересно. Я приземлюсь вот так более-менее на темной стороне. Ну, на самом деле, видно, что она не очень-то уж и темная. Так, я увеличу сейчас тягу на максимум. Я думаю, что у нас не сбросится круиз. Ну, смотрится, конечно, это все очень шикарно. Так, высота 10 километров, 9. Я не вижу, какая здесь гравитация. 0,2, по-моему. Так, я потихоньку останавливаю двигатель. Сейчас корабль сам выравнивать, я ничего не делаю. И будем потихоньку снижаться, повернется. Трастер очень слабый у меня. 4D, по-моему. То есть нужно аккуратненько, чтобы не разбить корабль. Донус шасси. Сейчас мы стукнемся, по-моему. Нет. Хватил и тяги. Так, здесь, по-моему, неподходящее у нас место для посадки. Так, вот тут вроде поравнили. Вот. Вот сюда. Вот здесь хочу. Так, чуть-чуть крутил. О, все, готово. Так, наверное, свет я зря включил, выключил. Ну и, как обычно, прокатимся. Вот так вот небо выглядит, смотри. Ну, это обалденно, конечно. Вот не знаю, как вот эти таблицы убрать в CR-V, в СР-V. Так, остановимся, отключил внешнюю камеру. Ну, вот так посмотрим на эту всю красоту. Вот, обалденно. Ну, а на этом все, друзья. Я буду прокладывать маршрут до следующей туманности. Я, ну, предполагаю, что полечу сейчас вот в эту туманность, потом в эту и в эту. И буду уже возвращаться назад и планировать путь домой. Всем спасибо за просмотр и пока.